Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я испеку заливной пирог на кефире с капустой. Пирог очень вкусный и сытный. Готовится легко и очень просто. Приступаем к приготовлению. Приготовлю тесто для заливного пирога. Тесто буду готовить на кефире. В миску отправляю 2 яйца. Добавляю чайную ложку соли. Все хорошо перемешиваю. Чтобы яйца хорошо разболтались. В яичную массу добавляю 1 литр кефира. Еще раз перемешиваю. Теперь добавляю сюда чайную ложку с небольшой горочкой пищевой соды. Далее добавляю 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. И просеиваю муку. Хорошо все перемешиваю венчиком, чтобы тесто получилось однородное, без комочков. Заливное тесто на кефире для пирога готово. Вот такая получается консистенция у него. Оно не должно быть слишком очень густым. Примерно как густой кефир, или как не очень густая сметана. Должно свободно стекать с ложки. Теперь тесто нужно дать постоять, для того, чтобы сода начала работать в кефире. Тем временем приготовим начинку. Начинкой в пирог у меня будет капуста. Я ее шинкую тонкой соломкой. Капусту я беру половину вилка. Шинкованную капусту еще немного вот так покрошу ножом. Чтобы там, где были крупные, немного их измельчить. У меня уже очень хорошо разогрелась сковорода. Наливаю растительное масло. И отправляю нашинкованную капусту. Протушу ее в течение 10 минут до мягкости. Капуста уже стала мягкой. Немного уменьшилась в объеме. Теперь я в нее добавляю тертую морковь. Морковь у меня замороженная, так как у меня ее было много. И чтобы она не портилась раньше времени, я ее просто натерла на терку и заморозила. Когда мне нужно приготовить какое-то блюдо и добавить морковку, очень удобно достать уже натертую. Протушу капусту вместе с морковью до мягкости моркови. Капусту с морковью я протушила вместе в течение 20 минут до готовности. Все овощи одновременно стали мягкими и приготовились. Теперь я добавляю соль по вкусу. И черный молотый перец. Все хорошо перемешиваю. Тушеную капусту с морковью я из сковороды переложила в миску и даю немного остыть. Тем временем нарезаю зелень. Я взяла небольшой пучок укропа и петрушки. Мелко нарезаю. Измельченную зелень добавляю к тушеной капусте. Все хорошо перемешиваю. Начинка для пирога готова. Тушеная капуста с морковью и зеленью. Беру форму для запекания. Диаметр моей формы 24 см. Дно формы я застилаю пергаментным листом. Слегка его промазываю растительным маслом. Также бока формы смазываю растительным маслом. На дно формы выливаю 1 третью часть нашего теста. Кстати, тесто за все это время я ни разу не перемешивала. Сода вступила в реакцию с кефиром. И тесто получилось немного пышное и воздушное. Выливаю 1 треть теста на дно формы. И аккуратно разравниваю ровным слоем. Сверху выкладываю подготовленную начинку. Тушеную капусту с зеленью. Начинку стараюсь распределять равномерно. Чтобы все хорошо, одинаково пропеклось. Пирог получился ровненький. Вот таким вот образом. Сверху выливаю оставшееся тесто. Тесто должно полностью покрыть сверху всю начинку. Аккуратненько все разравниваем. Вот таким вот образом. Верх пирога посыпаю кунжутом. Ставлю пирог в духовку. Заранее разогретую до 180 градусов. Буду выпекать в течение 40-45 минут до готовности. Сверху пирога должна образоваться красивая золотистая корочка. Мой пирог простоял в духовке около 50 минут. Я его достала. Заранее я его проверила палочкой на готовность. Она остается сухая и чистая. Пирог в форме оставляю остыть до теплого состояния. Уже немного остывший пирог аккуратно ножом отделяю от стенок формы. И нарезаю на порционные кусочки. Пирог очень мягкий и нежный. Режется очень легко. Подаю еще в теплом виде. Он очень вкусный, нежный и сочный. Попробуйте приготовить и вы. Всем приятного аппетита! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки или оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Впереди будет много интересных видео. Всем пока-пока! До новых рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok